Я живу в Мариуполе с рождения, конечно, меня туда удочерили. Утром, наверное, как и большая часть людей 24-го числа, мы встали по тревоге только потому, что мужа вызвали. Мы встали, еще четырех не было по звонку, и как бы все. Это было, наверное, самое страшное утро в моей жизни. Мы живем только с мужем, больше ни с кем. Только, так сказать, обживили... Если честно, вот 24-го числа февраля я должна была забрать свидетельство на имущество, у нас только появилось свое жилье. И как бы все. Когда мы уходили оттуда, дом был уже половиной... Точнее, как было прямое попадание в дом. С одной стороны, вообще не было тоже крыши. Гараж с машины сгорел. Все окна выбиты, балконы висящие, где-то оторваны. Ну, как бы по факту дома нет. Стены разве что. Ну, все. Мы не выезжали, мы до последнего ждали. И, наверное, знаете, я бы, наверное, не уехала с города. Просто, ну, потому что там муж, там родители его, мои, и не уехала бы. Только потому что получилось так, что, ну, вот, как моя подружка сказала, нас выкурили оттуда. Просто уже с убежища. И по факту находиться уже было негде. Есть там нечего, пить нечего. Ну, ничего нет. Я не говорю о каких-то там уже возможностях гигиены, умыться или что-то такое. Я говорю о том, что, ну, людям нечего пить просто. Когда уже прошло это все, ну, когда мы уже выехали конкретно, я знаю ситуацию, люди воду из моря пьют, и откуда только они пьют. Если мы выезжали, мы уже, как бы, там, мужчины у нас как-то кооперировались, выезжали, у кого еще была какая-то машина, выезжали, там, с крынец набирали воду. Ну, как бы, уже, то сейчас я не представляю, что там. Если когда мы выезжали, было страшно, что сейчас. У меня мама осталась там с большим количеством деток. Ну, они просто выехали чуть за пределы города на дачу. У них там хоть есть, ну, где жить, как бы. И они у меня запасливые, у них есть, слава богу, продукты. Думаю, надеюсь, что и до сих пор у них это все есть. Потому что, ну, я недавно только первым раз за все это время с ними связалась. И, как бы, я уговаривала, упрашивала просто, ну, выехать. Ну, я так понимаю, что, ну, нет возможности, наверное, скорее всего. Ну, конкретная причина не озвучилась. Я думаю, что нет возможности. Там свои нюансы, вот. А родители мужа, с ними нет связи, наверное, где-то с числа примерно 2-1 марта. Связи нет с ними никакой. Что с ними, где они, я не знаю. Ну, потому что их дом и ближайшие все дома, сгоревшие полностью вообще, выгоревшие. Где они, как они, ну, ничего не получается узнать, не у меня. Ну, у него понятно. А ведь? Ну, я от него, конкретно с ним, очень тоже давно имела связь. Может, больше, конкретно с ним, больше 2-х недель назад. А так, когда, никогда, очень редко там получают через кого-то просто сообщение хотя бы, что он жив и цел. Ну, все, мне этого, ну, предостаточно. Хотя бы этого. На данный момент все свои, как бы, взрослые, адекватные люди понимают, что этот коридор, это в данный момент, это невозможно. Даже если вдруг кто-то там, с кем-то там договорится, ну, лично на мое мнение, они не выйдут с этого коридора. И такой случай уже был в нашей истории конкретно. Поэтому я думаю, что этот коридор, это просто для того, чтобы их вытащить с тех мест, где они сейчас находятся. И все. Коридор, я думаю, это не выход для наших ребят. Если в такой ситуации, которая сейчас создалась в тех условиях. Единственное, ну, то, что наши власти говорят, что, ну, невозможно, мол, там, до блокада города, разблокировать город и так далее. Наши ребята уже стоят на данный момент сегодня, 51-й день. И они стоят. И, как по мне, это невозможно. И они стоят дальше. То, по-моему, наши власти, ну, как бы, так же самое должны делать невозможно. Как и они. И наши власти должны делать больше, чем они. Потому что ребята, как по мне, держатся просто, ну, на идее. На идее, на своей силе духа и так далее. И наши власти, ну, как взамен того, что делают наши ребята, должны сделать просто нереальные вещи, чтобы их достать. Чтобы те ребята, которые погибли там, ну, чтобы каждая мать, каждая жена, каждая сестра могла по-человечески попрощаться с ними. Ну, кого так произошло? Те, кто раненые. Ну, им тоже нужна помощь. Причем, ну, там ее оказать не могут, как полагается. А есть же очень сложные, очень тяжелые ранения, которые, ну, никак не могут, ну, никакой помощи не могут им оказать в тех условиях, которые там. Понятия не имею. Ну, знаем, что, ну, неоднократно ребята просто падают, ну, в голодные обмороки. В обмороке просто от усталости, того, что они не спят, не доедают, не допивают. Они, они работают 24 до 7, не знаю, если, ну, они вообще работают без перерыва. Если у них там получается когда-то подремать, то я на это очень сильно сомневаюсь. Они на чеку круглосуточно, каждую секунду. Поэтому это и голодные обмороки, это обмороки от усталости и так далее. Хочется верить в то, что наши парни, те, которые погибли, погибли не напрасно. А те, которые стоят дальше, стояли и стоят дальше, чтобы это все закончилось для нас хорошо. Чтобы это все, все эти усилия, все эти потери были не напрасными. Мне остается только, ну, мой муж принял такое решение. Мне остается только, ну, поддержать его и все. И ждать. И верить, надеяться. Ребята держатся, и мы должны держаться. У нас нет другого выхода. Мы будем держаться вместе с ними. Пока держимся мы, держатся они. Пока держатся они, держатся мы. Это все, что нам остается.